Помоги мне, Господи, я ещё живой. Сейчас я буду говорить с высоты своих 75 лет. Специально камеру направил на 40-летний Абрикос. Тут плохо видно, но он огромен. Старыхэтажный дом. Впереди настолько важный разговор. Я обязан говорить, потому что я всю жизнь ждал беды и готовился к ней. До сих пор такой уж беды не случилось. Здесь, когда нужно ложить зубы на полку или идти отнимать кусок хлеба у менее сильных сограждан. Хотя такое тоже у нас бывает. Я готовил себя всю жизнь, ещё раз говорю, к худшим временам. Сейчас я с вами поделюсь. Значит, первое. Это будет длиннючий разговор, но он очень важен. Имею ли я право на такой тон, менторский? Имею ли. Я начну тогда с самого важного события в моей жизни, когда решалась моя судьба и судьба всего завода Никелева в Норильске. Потому что впервые я оказался главным на заводе не по должности, а по значению. И вы поймёте, когда я сейчас расскажу эту историю, вы поймёте, почему я буду говорить дальше и буду приводить десятки примеров о выживании. То, что я прошёл, и то, что я надеюсь, что вы пройдёте в качестве тренировки, но не в качестве реальной жизни. Итак, поехали. Я возвращаюсь. Никогда про это не рассказывал, только где-то за рюмкой чаю. Вот. Я рассказываю так. Возвращаюсь из отпуска. Я лечу в самолёте. Рядом сидит девушка и говорит. А вы знаете, в Норильске случилась страшная трагедия. На никелевом заводе произошёл взрыв. Какие-то тонкости знала. Ну, публикации были. Взорвался водород. Три человека погибло. Один живьём сварился в гигантском котле с температурой под 100 градусов. Второго оторвало голову. Третьего где-то просто убило. Вот. Это были монтажники. Время монтажных работ. Вот. Мне сердце защемило. Такое могло случиться только в моём родном отделении. Том самом, которым я и руководил. В данный момент находился в отпуске. Вот. Когда я приехал, разобрался, что к чему. Причина водород. Вот раньше бывало в виде хлопков. Только раз одному моему этому... Моему работнику, оператору, только раз сильно обожгло лицо. Когда он сунул лампочку в эту в ёмкость, а лампочка лопнула, и раздался небольшой взрыв. Вот. Ну, полежал в больнице, даже зрение не потерял. Вот. А тут страшнейшая авария. Дальше было самое жуткое в моей жизни и в жизни завода. Но, наверное, только должен был всегда найти этот человек, который... Я же... Это... Только вот отпраздновали годовщину опять комсомола. Вот. Буду вечно молодым. Это про меня. Я мог бы молодым остаться навсегда. Вот. И унести в могилу ещё одного человека, увезти. Итак, появляются приборы. Тут же до этого без приборов обходились. Обнаруживает водород, сует туда в эту самую под ёмкость. У нас гигантские ёмкости, гидрометаллургия. Гигантские масштабы, самые крупные предприятия в мире. Вот. И водород. А концентрация неизвестно какая. То есть, это... Там по разным оценкам 4% будет, взорвётся эта ёмкость, если... Представляете, сварочные работы вести. Вот что было, то было. Вот. И тут выясняется, что, естественно, ни один газоэлектросварщик не соглашается такая же ёмкость, отремонтировали. Продолжается работа, отказывается. Не будем и всё. Самый смелый из них сказал, а я же пускал этот цех, и это отделение, оно было как бы моё родное. Вот. Там был смысл моей жизни, потому что 202 технологические линии, только я один знал их предназначение. При моей отсутствии памяти, я знал 202 технологические линии, и что в них происходит. 202. И тогда, значит, газоэлектросварщик единственный сказал так, я буду варить, если рядом будет стоять железо. Вот так вот. Все смотрят на меня, начиная с директора. Вот. Вот он так и сказал, если рядом будет стоять железо. Все знали, что кроме меня... А я и сам не знал, сколько там этого водорода. Смертельная концентрация. Будет взрыв или обойдется? Водород там всегда. Вопрос только в концентрации. Вот. Ну, а дальше такая картина. Разве мог я отказаться? Вот. Это цена моей будущего ордена. Разве мог я отказаться? Он варит. Искры летят на десяток метров вокруг и вниз. Туда, где водород. Вот. Я стою рядом в одном метре. Значит, перед этим за несколько минут дается сирена. Вот. Все исчезают на расстоянии 100 и более метров. Часть из них сидят на улице на разных пенечках, на камушках. Ждут, когда закончится эта сварочная работа. Вот. В моем отделении только 300 с чем-то, 360 человек, не считая ремонтного персонала. И все ждут. Он варит. Я стою. Обошлось. Перекрестился. Вот. Как заработал орден? Ордена уже тогда давали это самое. А вот ты комсомолец? Нет. Хрен тебе это. Хоть ты лучший. Было и такое. Так вот. Гулевич, фамилия директора завода. Его жена работала у меня. Вы поверите? Вот сейчас, где они в этих самых? В Эмиратах? Где они? На Лазурных берегах. Жена в роли оператора, аппаратчика. Вот. Ну, условно называли. То есть, хотя была не в грязной спецовке, а за столом работала. Технологию управляла. Но у нее в этом было написано, в этом самом, в продовой книжке. Вот. Аппаратчик. Шестого разряда. Жена директора завода. Вы можете себе это представить? Вот это были времена. Вот это да. И потом, когда мне вручали орден, что она сказала? Она сказала, я впервые, а она-то не новичок в этих делах, будучи женой. Я впервые признаю, что орден получил достойный. Вот. Имел ли я моральное право рисковать этим человеком? Конечно, не имел. Но тогда завод что, стоял бы? Не было тогда приборов. А, сказали, подождите, подождите, мы с Японии выписали. Там была точная градация. Один, два, три, четыре, пять процентов. На четырех взрыв останавливая работу. Вот это я пережил. Но это только я для чего сказал. Поверили, чтобы вы мне поверили, что я имею право на такой тон. Вот. Эту историю сейчас уже почти никто не помнит. Я здесь, в Красном Хуторе. Причем 6 лет, как я купил эту как дачу. И через 6 лет мой друг, Володя Посельский, мастером у меня работал. Вот. Перегоняет «Жигуля». И это самое, в этот, в Шушинской. Делает крюк, заезжает ко мне. А с ним молодой парень. Вот. Тоже аппаратчик. С его сменой. Тоже совпало, что он в отпуске. И машины умеет это перегонять. Он его как бы нанимает или просит. Вот. Заезжает ко мне сюда. Мы сидим за столом. Это самое. Извините, на троих две бутылки. Я приготовил скромную бутылку белого. И они привезли с собой. И вот мы сидим. И бойцы вспоминают минувшие дни. Парень тот скромный. Молчит, молчит, молчит. И только через пару часов он говорит. Так вы и есть тот самый Железов. А вы знаете, что у вас на заводе легенды ходят. А так вот, потому что у меня таких случаев было много. Я помню, как я отравился хлором. Вот. Рассказываю дальше как анекдот. У меня таких историй будет несколько. Вот. Потому что когда-то, я надеюсь, есть такой Семенченко, Артем. Я, наверное, для него говорю. Он живет в Харькове, по ту сторону границы. Вот. Талантливейший молодой человек. Когда-то, надеюсь, он все собирает материал обо мне. Он уже умудрился в двух местах напечатать эти самые статьи. На основе моей технологии по садоводству. Может он, может он другой. Вот. Может такое. Я рассказываю второй случай как анекдот. Значит, раздается сирена. Я прибегаю. У меня, ну, не таскать же с собой этот противогаз. Вот. А я командир госпасательной дружины. Все исчезают тут же. Потому что хлор смертельный. А мне нельзя. А я зажимаю рот мокрым платком. Вот. И бегаю. Все ли убежали. А до противогаза еще дальше. И вот, наконец, понял. Господи, тут же лаборанты в комнату. А одной на улице нету. И я бегу, 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 бегу. Поднимаюсь на второй этаж. Задыхаюсь уже от хлора. Заскакиваю к ним в эту лаборантскую. Что я вижу? Я подчеркиваю. Я специально рассказываю второй случай как анекдот. Как смешной анекдот. Я вижу оконный проем. Форточка. И с форточки такой симпатичный, женский. Заднее место. Вот. Она умудрилась. Дальше не пролезла. Бедра не это. Она умудрилась в форточку. Залез ровно на середину. Сама снаружи на свежем воздухе. Значит. А та часть, которая не сильно-то и рискует. Ноги плюс чуть выше. По эту сторону. Вот. Тут я успокоился, конечно, это самое. Открыл я окно. Все нормально. А нахватался хлору так. И первый мой совет. У меня их будут десятки. Я потом, когда пришел домой, я это самое. Я так себе домой добраться не мог. Мне дали эту самую, как это называется, такую. Однокомнатную. Маленькую-маленькую квартирку. А мама жила у меня в двухкомнатной. Я к ней. Вот. Я уже знал, что такое, как это называется, ну, профилактика и лечение. Значит, вылечить хлор невозможно, кроме одного. Очень-очень крепкий коньяк, спирт, водка. Вот. Я говорю, мама, спасай. Мама тут же сбегала к соседям. Полстакана этого самого, водки принесла. Я выпил. И только тогда я смог дышать. Я уже умирал на ее глазах. Вот. А, и что интересно, тогда никакой не было. Вот тогда-то вот постигалось это все. Постигалось это. Новый секс совершенно. Гидрометрическое отделение номер два. Гигантские масштабы. Тогда все еще мы через себя пропускали. Через свою жизнь, можно сказать. Ну, вот это второй анекдотичный случай. Слава Богу. Но я бронхи жег. Потом начались другие проблемы. Я о них рассказывал, как я спасался уже в Саиногорске, здесь уже, в Хакасии. Вот. С помощью Енисея. Это мы уже проходили. Вот эти два случая. Теперь я хочу с вами поговорить вот о чем. Значит. Часть моей жизни была походы по тундре. Вот. Я с величайшей легкостью застрелил несколько оленей. Вот. Мяса было полно. Стреляли больше из спортивного интереса. Но не только. Мы убивали одного оленя, значит, где-то в начале зимы. Разделывали, закапывали в снег. И всю зиму мы ели его густой такой. Сплошное мясо. Настолько и так мало воды, и так много мяса. Получалось это, как мы называли охотничья шурпа. Ну, естественно, специи. Вот. И это придавало столько сил. Вот. Именно мясо диких животных. Но я сейчас не призываю диких животных есть. Почему? У меня начались какие-то странные случаи. Вот. Сейчас я все подряд буду рассказывать. Уж извините. Это случай касается вроде бы охоты. Потому что охота это здоровье. Необыкновенное здоровье. Это азарт. Когда проходят десятки километров. И не это. Устаешь. Но охота пуще неволи. Вот. Я подхожу к озеру. Две утки. Я стреляю. Одна утка кверху лапками легла. Плывет. То есть, все, погибла. Сельзень. Вторая утка. Вокруг нее плавает, кричит, плавает, кричит, плавает, кричит. Я минут десять я держал ее на мушке. Минут десять. Представляете? И не мог заставить себя выстрелить. Чего она мучается? Она потеряла самого близкого человека. Птицу. Вот. И я так и выстрелить не смог. Ну, а дальше догадайтесь. Сколько я с тех пор убил уток? Догадали, сколько? До сих пор перед глазами. Вот эта любовь необыкновенная, это плач, этот самый, утиный плач. Как и сейчас это. Ужас какой-то. Вот это страшное событие было в моей жизни. Вот так постепенно я отвыкал стрелять. Но! Я ружье купил сразу, как только туда приехал. Вот. Азарт был, спору нет. Убивал, спору нет. Но в какой-то момент, когда дома и так полно мяса, когда это самое потребное, нет необходимости убивать, я одно знаю. С тех пор, до сих пор ружье у меня лежит. Патроны лежат. Вот. Почему? Потому что уже многие российские области уже не могут без оружия жить. Вы знаете почему. Вот. Время такое. СВООД называется. Да, я живу в Сибири. Все должно быть тихо, спокойно. Нет, давайте тогда другую тему сменим. Итак. Нет. Фактически продолжим. Сейчас у меня 17 минут прошло. Через 2,5 минуты закончится эта съемка. Мне надо что-то за это время успеть сказать такое очень важное. Итак, начать тему. Это еще раз начну. Значит, домик деревни. Где бы вы ни жили, где бы вы ни жили, у вас должен быть домик деревни за Уралом, за Уральскими горами. Дешевый, простенький, с заросшим травой землю, этот самый, давно забытый людьми. Вот. Но хозяева есть, вы купайте по дешевке. Пусть стоит, ничего, не разоритесь. Вот. Но ждите не лучших времен, а совсем других времен. Знаете, когда сейчас этот самый, громко было сказано всю страну, очередная тема для обсуждения. Сказано было, конечно же, доброжелательно. Учите китайский язык. Я лет 5 назад сказал, учите китайский язык, у вас будет преимущество. Вот. Когда администрация городов, все будет из китайцев. Преимущество получит те, кто, ну не вызовы, учите детей. Вот так я сказал. Вот это очень важно. Вот. А домик деревни, значит, будут худшие времена. Бросите, приедете, ваш дом, землю скопаете, лопаты, если к тому времени электричества не будет, тракторов не будет. Лопаты скопаете, картошку посадите. Помните, как учил этот самый Лысенко, наш незабвенный академик? Вот. Ему только за это надо было памятник поставить. Берете картошку, так, а там глазки, простили, а там глазки. Раз, отковыряли, с этого боку картошки, глазки посадили, с этого посадили. И с одной картошки получили, я не знаю, максимум, но пять кустов, пять будущих этих кустов картошки. С одной. И это надо знать. И я вам таких случаев расскажу много-много-много. Сейчас пошла последняя минута, потому что отключается этот самый, сейчас подзаряжу и снова включу. Благодарю за внимание. Я надеюсь, что я не болтун, я орденоносец, кавалер ордена славы, и я знаю, о чем буду говорить дальше. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.